Доброе утро, мои дорогие! Тишина, ветра нет, только матька мяукает и машины ездят. А я сегодня так, мне надо было в город попасть, но я жду электриков с РЭСа, чтобы они зафиксировали, что мне там в счётчике автомат поменяли, но когда они явятся, не знаю, как всегда, ждите. Позвонила с утра. Вот, ну, надо сейчас заняться, позгребать листья с участка, а то прям уже достали кучами. Кто такой? Вот он уже тут, вот вы видите, он уже тут. Вот он, инопланетянин, как Лариса Артамонова говорит. Запрыгивает, залезает по штукатурке, такие когти у него, по цементу лазит. Вот, ну, а что вот, мои дорогие, хотела сказать. Ничего, конечно, сейчас особенно снимать нечего, сами видите. Снимаю то, что делаю, чем я занимаюсь. Ну, собственно говоря, у меня и канал-то такой про мою жизнь, поэтому никаких захватывающих гонок за преступниками или чего-то ещё такого, конечно, ожидать нечего. Вот, бог даст, доживу хоть в Питере, там хоть поснимать что-то можно. Вот, а пока вот эта тихая жизнь с котом. Нашёл грецкий орех и гоняет. Парень не даёт просто расслабиться, просто не даёт. Не минуты покоя. Покой только, когда он спит. Ну, ладно, я с вами поздоровалась. Пойду грязь вывозить с участка. Ой, хочу вам, девочки, может быть, кто не знает. Вот есть такой замечательный психолог Сатья. Я просто, вот я его нашла, случайно попался у меня, и я его слушаю, и, ну, такого удовольствия я давно не испытывала. Во-первых, как психолог хорош. Во-вторых, у него такой юмор. Ну, вообще, замечательный мужик, конечно, и очень правильные вещи он говорит. Это я вот хочу Саше своей посоветовать его. Ну, семейные отношения. Потому что, сами знаете, всякое бывает. А психологи хорошие, очень дорогие, и не везде они есть. Мы же все не живём в Москве и в Питере. Вот. А это вот, ну, просто. Такое удовольствие. Такой молодец. Ой. И он мне прям вот, прям вот, как сейчас говорят, зашёл. Так мне нравится. Вот так вот называется его канал. Сатья Дас. Посоветуйте, если уже не нам самим это надо, посоветуйте своим детям. Очень нужно. Мы вот тоже жизнь прожили, а ведь многого не знаем. Как и что нужно в жизни, в семейных отношениях. Ну, а коробочка моя готова. Ну, как готова. Я её буду лаком покрывать. Но это я дождусь, когда будет солнечный день, тёпленькой. И на улице буду покрывать, чтобы не вонять дома. Вот. Вот такой у меня велосипедик. Вот такой, не знаю, то ли старинный, то ли цирковой. Ну, и больше я ничего, собственно, клеить не стала. Вот. Доделала. Ну, на этом, конечно, я же всё не бросила. Дальше делаю. Спасибо за комментарии, девочки мои. Спасибо. Вы у меня умнички. Ой, видите? Сгребаю эти листья. Всё это безобразие. Он, 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 он. Чего? Что случилось-то? Чего кричим-то? Господи. Ой. Сегодня такой день тихий, не ветерка, туман. Вот инжир никак листья все не сбросит. Так уже практически голо всё. Шишок. На голове паутина, уже где-то лазил. Длинный, нагастый. Всё-то куда бы залезть, куда бы запрыгнуть. Победа. В общем, ужас. Всё это надо сгребать, выгребать. А что делать-то надо? Само-то никуда не уйдёт. Да, Маська? Да не бойся ты, это машина-то. Ну, вот так вот потихонечку. Какими-то участками. Ну, я так не фанатею. Потому что тут навалом просто. Чё толку? Я же это не первый раз убираю. Вон, видите, он завалил и всё. Видите, что делается? Весь сток. Всё. Ну, вот тут уже практически всё же опало. Вот на сливе ещё что-то есть. И тут. Так что ещё навалит. Откуда-то возьмётся. Прилетит. Да, Маська? Чего ты? Вот он всё время орёт. Чего орёт-то? Чё тебе надо-то? Я не пойму. Ой, мои дорогие. Вся вот изнервничалась. Пять часов у меня выкладывалось видео. Пять часов. Вот есть какие-то дни. Я не знаю вообще, что это происходит. Зачем это нужно? Не знаю. Какие-то проверки. Вот это видео не выкладывается. Я начинаю нервничать. Ой. Ну, я же найду, чем заняться. Вот такая вазочка у меня. Пять лет. Стояла в полке. В летней кухне. Ну, она как-то мне не знаю. Потому что ей сто лет этой вазочке. Ну, уж раз тут попалась на глазах. Я её принесла, помыла. Но без очков мыла. И даже не разглядела, что её тут. Я не знаю. Может, я с ней что-то когда-то пыталась сделать. Ну, в общем, она ужасная. Она вот эти вот у неё вот в этих штуках. Ну, это надо всё прочистить. Но я так решила. Думаю, я начну сейчас. Если мне понравится, то я её тогда помою. Вычущу. А если нет, то и так и назад отнесу. Ну, и чего? Вот что я с ней. Это я нагляделась на зарубежных сайтах. Они там декорируют, перекрашивают под глину. Ну, вот стеклянную посуду всякую. И, в общем, всякими вот этими вот штучками, стразиками и прочим. Вот. Ну, и, короче говоря, я решила так к вам обратиться. Вот скажите мне, пожалуйста. Я тут не знаю, видно вам, нет? Может, вот этот свет выключить? Сейчас я... Ой, так теменькая. Скажите, видно вам, стоит вот оставить так? Ну, в смысле, доделать. И лину её. Сейчас сдвинусь. В общем, короче, я жду ваших комментариев. Нет, я её, конечно, почищу сейчас. Всё равно спать ещё рано ложиться. Ну, вот жду, что вы мне скажете на это. Ну, и хочу заодно с вами попрощаться до завтра. Потому что уже время, уже девять часов. Кот у меня опять там под крышей орёт дурным голосом. А я говорю, нет. Сам слезай. Так что давайте, мои хорошие, чтобы всё было хорошо. Ладно? Давайте, пусть ничего не болит. Хотя бы нового ничего не болит. Пусть всё будет хорошо. Ладно? Давайте, мои золотые. Пока-пока. До завтра, милая моя. Нагулялся. Насиделся там под крышей. Нарался. Прибежал. Тёрся об меня, тёрся. Рассказывал мне, как ему, наверное, было одиноко. Наелся. И всё. И валяется у меня под ногами. Ой, господи. Вот досталось мне чудо-то. Чудо чудное. А сейчас выспится. Я усну. И он проснётся. И будет меня в за ноги кусать. Он научился залезать под одеяло ко мне. Устраивается там, как ему вздумается. И когда я во сне шевелюсь, он меня начинает хватать за руки, за ноги. Вот такое вот. Вот чё-то бегает, наверное, во сне. Он, говорю, спит ангел. Но только откроет глаза. И понеслась. Субтитры сделал DimaTorzok